Ребята, всем доброе утро. Мы сегодня отправляемся на Тесле в Аман. Необычное приключение, есть определенные дела, которые нужно там сделать. Ну и в целом хотелось бы посмотреть. До Амана можно доехать очень быстро, в течение часа до ближайшей границы, но мы поедем в тот самый Аман, который находится на севере, где горы и очень красиво. Не переключайтесь, будет интересно. Я вот подумаю, может быть тоже Теслу взять, но, во-первых, это практически бесплатно, на ней ездишь, не надо заправлять, хотя в Дубае очень дешевый бензин. Многие на это не смотрят, но Теслу еще обслуживать не надо. Все не надо, масла всякие менять и прочее. Здарова. Дима. Саша. Ты тоже ездишь, да? Да. Красавчик. Здарова. Сколько нам ехать? До первой зарядки, я думаю, мы поедем в Умельковин. Это сколько? Это самая ближняя точка. Два часа, получается. На 500 км хватает? Ну, это мы как бы в притирку приедем туда и обратно. Короче, я не... Поэтому ты не хочешь приключений, короче, да? А, но они сейчас будут, я думаю, все равно. У нас отель еще не снят, мы не знаем, куда мы едем. Смотри, это все квик-чарджеры здесь. Это, то есть, мы можем заправиться там за 30 минут очень много, то есть практически до 100%. Поехали в Рассельхи, на крайнюю точку тут заправимся и потом поедем где-то вот на это побережье. В общем, показывает, доехать на 127 км, мы 40% заправки электричества, или как это, батарейки разрянем. Да. Ну, то есть, видите, он как бы это перестраховывается, у него стоп-лосса слишком высокий. Да, стоп-лоссы сразу восстанавливают, чтобы уверенно идти дальше, и можно интернет пропало, мы дальше... Видать, жизнь у тебя научила, да? Да, заплеты были в жизни? Смотри, я единственный, кто у меня на районе, у меня частный дом здесь. Я единственный, кто паркую машину задом, чтобы я сел в машину и уехал сразу, а все остальные, знаешь, паркуют передом к дому. То есть, вот так. Ну, есть такой мигратор у наших людей. Дорога приятная. Вот, чем мне нравится Тесла, то, что здесь автопилот очень крутой. Можно заниматься своими делами спокойно, убрать ноги. 9 тысяч долларов. Вот, да, у тебя топовая самая, да. Ну, то есть, она и повороты, ты ей точку указываешь, она ей везет тебе куда хочешь, да? Но это не работает в Дубае? Да. Это только в Америке работает? Но я думаю, что в этом, ну, в 23-м году это запустится и в Дубае, потому что они уже подписали все эти документы, сейчас тестируют, и я думаю, в 23-м году она будет меня прямо домой подвозить. Скоро, ребята, останутся люди, которые любят сами рулить, и люди, которые, как я, вот я рулить не люблю, потому что я работаю в телефоне, и я теряю деньги, когда я рулю. Я сейчас на следующей неделе ID4 возьму, заполучу тебе там покататься, посмотришь. Электрический стоит, нет, это Volkswagen. А, Volkswagen ID4 не стоит здесь, можно купить, ну, если что, посчитаешь, потом получается 135 тысяч долларов. Ну, давайте ездим, вообще покажем, как здесь во фризоне стоят тачки, вот эти все, посмотрите по ценам. Потому что в этот я уже ездил, делал выпуск в салон, в салоне посмотрели, есть все. И самое интересное, что вот эти все кулинаны, которые стояли, их уже нет, их все раскупили. Чувак сказал, что в ближайший месяц раскупят все тачки, которые стоят. Я думаю, да они, а нас разводят, чтобы мы купили. Реально, ребята поехали кулинаны забирать, они его забронировали, остальных уже не было, все увезли. Porsche, я вчера заезжал на любой Porsche, очередь 6 месяцев. Я говорю, я прямо сейчас хочу купить, конечно, вон там картой, чеком, как угодно. Они говорят, конечно, плати, но через полгода. Да, здесь нам многие машины в очереди сейчас. Поэтому все вот эти, которые стояли в салоне, представьте, все крутые тачки разобрали. Вот здесь рынок, конечно, сумасшедший. Наша первая заправка. А куда деньги платить? Бесплатно полностью. Класс. Смотрите зеленый. Можно, надеюсь, посмотреть, за сколько мы зарядимся, сколько нужно. Сейчас это 90%, 25 минут. И 105 киловатт в час нам дает, 106. Видишь, вот сейчас цифра. И заряжаемся мы со скоростью 670 километров в час. В общем, мы зашли в кафешечку. Вот такую. Ну, как на заправке, да? Только и в торговом центре. И сейчас будем вкусно кушать бутербродики. Не так быстро, конечно, как бензиновая, зато бесплатная. Ну, то есть на эти деньги мы сейчас проедим, которые бы потратили на бензин. Что, ребят, мы пересекли визу. Фу, визу, границу пересекли. Но больше всех удивило то, что у нас русские и украинские паспорта. Ну, смотри, у нас у кого-то есть русский, у кого-то есть украинский. Не буду говорить, у кого какой. Сами догадайтесь. Смысл в том, что все говорят, как так? Как вы вместе путешествовать? Типа, вы что? Ну, таки, да нормально, вроде едем. Это реально все-таки радуются, знаете. Говорят, о, молодцы, молодцы. Там все угорали с нас. Эмирейт с границу мы прошли быстро. Минут за 10, наверное. А вот Оман, там была очередь. И очень долго все дело. Приехали в отель. Здесь стоят машины такие достаточно простые. Ночь стоит 350 долларов человек. Ну, то есть мы не понимаем, как сложить пазл. Поэтому пойдем посмотрим. Ну, в принципе, что, приятненько так, да? Сказали, есть бар, swimming pool. Здесь, кстати, всего 4 отеля. Ну, прикольно, что в таком месте я еще не был. Вот этот отель, как отфоткан на букинге. Ну, то есть вообще небо и земля. Смотри, фотограф, какой у них профи. В общем, стоит здесь 156 местных. Плюс 36 налог, короче. Ну, под 200. Ну, смотрите, здесь всего 4 отеля. И у остальных рейтинг гораздо хуже. Хочу рассказать интересную вещь. Интересное замечание. Здесь в туалетах. В Дубае, по крайней мере. Ну, вот в Омане я сейчас зашел. Всегда очень чисто и хорошо пахнет. Потому что там дежурит всегда какой-то человек. Говорят, что даже есть туалеты, где они живут. То есть у них маленькая комнатка. Они там живут и убирают. Поэтому это приятно, конечно. Но ты заходишь в туалет, там всегда стоит какой-нибудь человек, который что-то вытирает или что-то убирает. Так, мы зашли поесть. Принесли еду. При этом мы заказали суп. Она говорит, ну, суп чуть попозже будет, ребят. Ешьте пока это. Но выглядит неплохо. Курочка. Острая, я думаю. Я чувствую. Ну, как будто не должно быть. А в Индии, знаете, как было, я когда на Гоа жил, я говорю, ребят, пожалуйста, без специй. Если вы принесете со специями, я не буду за это платить. Они говорят, окей, приносят все равно все острое. Я надеюсь, не спайси это. Ооо. Спайси равно. Ну, как-то это не похоже на половинку курики. Я хотел сказать, представь, если это половина, то какая половина курицы? Маленькая, да. Голубь. Половину голубя заказал. Серега наконец-то взял себе тачку. Красавец Серега с новой машиной. Можно, кстати, здесь помимо машины можно также купить номер. Чем меньше цифр, тем он дороже. Если, например, единица или там пять, он будет стоить несколько миллионов долларов. Серега поменял на колеса на Мансоре. Меня развели, на самом деле. Развели, да? Как обычно в Дубае. Как обычно. Хочешь что-то получше? Хочу. Деньги есть? Я говорю, давай потом привезу. Нет, надо сейчас заплатить. Ну, пришлось заплатить. Там я пообраду, думал, на хера купил. Серега, сколько машина стоит? Четыре, чем чипсы. Почему люди не хотят рассказывать, сколько стоит тачка? Нашли самый дешевый кулин. Вот он. Он стоит миллион четырест пятьдесят. Давай хоть посидеть за рулем. Ну, салон вообще бомба. Тиффани, да? Да. Ой, красота-то какая. Слушай, ну кайфовая тачка. Согласно едем. Это веселое место или обычное место? Веселое, это что значит? Алкоголь. А обычное? Обычно это базар и креветки. Ааа. А тебе он сегодня опять за продуктами надо? Нет. Может тебе надо? Да не, у меня еще те не съел. Ну только этот вино. А пойдем, покажем, где здесь купить алкоголь. Потому что он очень дорогой. Если вы покупаете в ресторане, бутылка пива стоит двадцать долларов. Ну, в ресторане или на пляже. Да, и примерно столько же стоит там самое дешевое вино какое-нибудь. Я вам сейчас приложу чек и покажу, насколько мы посидели в ресторане и попили шампанского. Например, на десять человек. И такое бывает. Поэтому лучше закупаться в магазинах. Мы пришли в наше любимое кафе. Кстати, это американская история. Здесь я ни разу, правда, не ел, но видел примерно, что едят люди. После жизни в Америке достаточно долгой не хочется американскую еду есть. Здесь гораздо вкуснее есть рестораны. Здесь встречаются абсолютно все. Здесь можно увидеть Олега Торбасова постоянно. Кстати, здесь тоже на районе где-то живет. Дима Портнягин здесь. Федя, может быть помните, мы с ними делали проект совместно с Хеннесси. Выживание без денег в Норвегии. У них очень крутой продакшен. Сейчас они, кстати, в системе Криптиеда двигаются, делают для проектов. Там всевозможные ролики снимают, упаковывают и продвигают. В общем, здесь такая Москва-сити, можно сказать. То есть абсолютно все блогеры встречаются. Многие, конечно, не любят этот район. А мне наоборот нравится, потому что он не похож на Дубаев вообще. Серега взял инициативу, говорит, давай включай камеру, будем влог снимать. Здравствуйте, подписчик. Это я, Серега. Давай зададим, Александр, пару вопросов. Давай. А сколько дней ты уже в Дубае? Три недели. Но третьего я прилетел сегодня. А сколько раз ты за 21 день на море вышел? Ни разу. Да. Почему? Я за три года, полтора года прожил на океане. И поэтому я равнодушен вообще к этой истории. Вот ходим каждый день мимо моря, а этот енот даже не порывается в эту сторону. О, прозрачная стала, смотри какая. Прозрачная. А баламутная, да? Смотри, плавает там маленький внутри на самом деле. Слушай, надо с Саньком, я сюда приду, буду купаться обязательно. О, мне звонит этот чел, который мне сдает квартиру. Все, я не успел взять. В общем, у меня идея появилась продать квартиру, в которой я живу. Помочь человеку, ну и заодно получить опыт в продаже недвижимости. Как ты продаешь, чтобы там еще год прожить хотя бы? Не, а так меня не могут выселить же. Я так и хочу продать. А, ну тогда нормально. Если продам, 2% заработаю от стоимости квартиры. Она продается за 5 миллионов. Дирхам – это 1 миллион 300 долларов. 1 миллион 300 тысяч долларов примерно. Район офигенный, поэтому и цена хорошая. Потому что в соседнем доме торбусов продает за 5 миллионов однушка. А у меня двушка получается. Но у него вид, конечно, красивее. Но у него нет мебели, а у меня полностью мебелью ровно. И стул починил. Я молодец? Мужчина. Сразу видно, что парень из Сибири. Да, хотя мне сказали, что я могу новую мебель купить, и потом мне чувак отдаст деньги купить. А мы сейчас идем на дело. На которое мы вчера еще собирались, но не дошли. Так же получится. Да. Серега купил тачку, и у него сразу ее отжали, короче. Говорят, я старый, если на ней катаюсь. Вот такие вот женщины. Что ради них не сделаешь, да, Серега? Серега вообще, мне кажется, идеальный мужик. Не пьет, не курит, не ходит по тусовкам. Просто ходит каждый день по этому мастику, да. И все. И наслаждается жизнью. Так, ну что, мы едем в Алкомаркет. Цены в Дубае на алкоголь. Надеюсь, там это не арестуют за контент. А, кстати, сегодня в чате дубайском прочитал, что девчонки летели. У них секс-игрушки забрали, короче, из чемодана. Я в прошлый раз летел, у меня забрали дрон. И как это было? Уже все, получил багаж, идешь, и там есть место, где стоит таможня. Таможня, да, там есть сканер еще один, то есть и стоят полицейские. Когда ты мимо их проходишь, у тебя наклеивают такой стикер, который как бы звенит, да. И они сразу понимают, что вот у тебя чемодан, который дополнительно надо проверить. И они тебе иди сюда, мальчик, дай-ка чемоданчик. Открываешь его, дрон забирают, 25 долларов в день. Первые две недели бесплатно хранится, дальше 25 баксов в день. А, секс-игрушками. И сказали, что она будет уничтожена, но здесь как бы это нельзя. Девочка расстроилась. Слушай, ну ладно, у меня знакомая была история, он летел с картами и с фишками для покера. Тоже с крыльчей чемодан забрали, представляешь? Ну вот так, здесь как бы с этим серьезно. В Абу-Даби, наверное, вообще за это могут отрезать что-то. Ох, сколько винишка всякого, да? Он кажется маленьким, где-то все есть. Да. Вот Crystal, например, 2199 дирхам стоит. Смотрите, Don Perignon Rose и Don Perignon обычный стоит. 1599 дирхам в Майами стоит 40 баксов. О, нет, подожди. Это будет 10-й год. А, 10-й год, да. Сорян. Вот когда мы рассмотрим. Да, и я перепутался. Давай, Клюко. Да, конечно. Давай, Клюко, конечно. Ну, здесь ее даже нет, наверное, да? Действительно, не заходит красная совсем. Здесь Роза все пьет. Да. И вот есть бутылочка, вот. Минуты. Как бы это не интеграция, это просто минуты. 110 дирхам. Это 30 евро неполных. В ресторанах мы там ходим вот постоянно. Сколько у нас? Тоня, Тоня, привет тебе. Сколько она стоит? Она стоит около 400. 4 икса как можно сделать, да? Огонь. Бутылочек 10. 15. Ящик, короче, сериалюбря. А почему не вот, например, вот эта за 60? Ну, не знаю. Я как-то брал, и мне вкусно. Здесь вот вискарик у нас. Допустим, 12-летний Dewars. 199 дирхам стоит. Чивос. Вот такой набор. 285 стоит. 12-летний, просто 135. Ну, Джек Дэниелс, вам для сравнения. 100 стоит. Этот 110. Виски тоже известный. 151 дирхам стоит. О, Джиммисон. Короче, литровая бутылка стоит 99 дирхам. В принципе, нормальная цена, как дитифери практически. Белуга 216 стоит за литр. Вот такая Голд стоит 725 дирхам. Ну, в принципе, здесь есть вообще все. Смотри, столичная. Кстати, знаете, да, что бренд столичная принадлежит американцам. Давайте по пиву пройдемся. Будвайзер. Пиво Ассахи. Офигенно. Брат, очень вкусное пиво. 14, да, ящик можно взять смело. Перони стоит 7 дирхам. Астелла 7. Если покупаете ящиками, то получается гораздо дешевле. О, отлично. Привезенные из Германии. Так, давай возьмем целую коробку. Это прямо зачет. Серег, а ты пиво не любишь, да? Не, я повинусь. В общем, что здесь фишка? Чем больше вы набираете, тем больше вы можете еще и бонусов получить. То есть мы взяли ящик вот пива и 15 бутылок вина. И вот такое ящик пива. И нам еще дали еще один ящик пива. Вот такой, синха. И сейчас, если мы доберем еще вина в две бутылки, 48 банок, еще бонусы. Нормально, Серега. Вот это мы туда торнулись, да. Короче, Серега на кассе говорит, а вы знаете, что это блогер и у него много подписчиков? Мамки, а сейчас подождите, покажите Абах аккаунт, и может нам сейчас еще что-нибудь перепадет. Да, ну как-то неловко ходишь, типа, говоришь, что ты блогер. Народ простой. Ходим попрошайничаем и клянчим. Это он сам перепримет, а вы с большой стороны богатые. Приехал, накулив на нее и клянчил. Как купить его дешевле, чем он стоит? Вот так и клянчишь, блин. Короче, сэкономил, считай, заработал, да, главный принцип теперь. Ну, кризис, что, приходится выкручиваться. Обменялись контактами, сказали, сейчас они изучат мой аккаунт. И в следующий раз, когда мы приедем, они нас просто завалят алкоголем. Ну, вообще, как бы мы не пьющий народ, но здесь, в Дубае, есть баня, называется Дубаня. И, конечно же, хочется сходить, а пива хорошего здесь нигде нету, кроме этого магазина. Без алкоголя продается только в отдельных магазинах, маленьких, и только с алкоголик карт. А здесь можно без алкоголика? А это, да, это призона такая, да, между Дубаем и Гудаби. Они сделали специально ее для покупки вот в таком виде. Поэтому приходится затариваться, как в последний раз. Ребят, кстати, пишите в комментариях, про что еще здесь поснимать. Может быть, дадите какую-то идею. С очень многими ребятами здесь познакомился и постараюсь в ближайшее время рассказать, чем тут занимаются приезжие и пытаются как-то реализовать себя здесь. Поэтому напишите, про кого бы вам было интересно посмотреть, послушать. В общем, нам принесли сдачу удивительные деньги. Смотрите, одна вторая реала. Сколько это, вообще непонятно. Я дал 500 дирхам, это 100 реалов. Это 1 реал. Интересные, кстати, деньги с топором. Есть топор нарисован, здесь султан, наверное. В общем, очень сложно ориентироваться. Я надеюсь, что нас не обманули. Мы зашли спросить про рыбалку. Нам сказали, что, ребят, ковид. После ковида рыбалка здесь не работает. Нет клиентов, поэтому нет лодок. Поэтому на рыбалку мы не сходим. Смотрите, какой здесь торговый центр классный. Мы идем за одним секретным продуктом. Сейчас подумаешь, что мы наркотую ищем. В Амане. Здесь за пивом могут руку отрубить просто. На самом деле, мы идем за чипсами, потому что чипсов нет нигде. Короче, надо брать те, которые меньше всего. Во, Принглс есть. Ты хочешь такую пачку брать? Да. Кошмар. Они еще... Они, смотри, с чем? С чем? Острые. А, нет, с острым не будем. Ну, выглядят они ужасно, да? Как будто какие-то ракушки. Нет алкоголя вообще. Ни пива, ничего. Даже кваса. Мы набрали чипсов, сейчас будем есть. Самый дорогой номер. Смотри, 5108. И бомжатский номер. Ну, не бомжатский. За 250 долларов. За 300 долларов. Нет, давай я хочу что? Ну, давай. У нас есть номер для мажора, номер средненький и для бомжа. Давай. И настрою. И настрою. Я предлагаю на камень-ножницы выбрать, кто будет выбирать. Камень-ножницы, бумага. Раз, два, три. Так. Он выиграл. Он выиграл. Он выиграл. Камень-ножницы, бумага. Раз, два, три. 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 Красава. Камень-ножницы, бумага. Раз, два, три. Отлично. Все, значит, ты стоишь спиной, а я говорю кому. А ты смотришь за справедливость. Давай, где карты? Это кому? Давай Витя. Давай мне. Подожди, это кому? Ну, давай мне. Это тебе, а это мне. Последний сайт. Так, смотрим. У меня 5108. Это что значит? У меня 6105. А я даже не знаю, какой номер. А у Димы? А у Димы... Я душманский, я с тобой уходил. Ты сейчас 120 долларов. Ну, за три номера. Ого, он двухэтажный? Обалдеть. Конечно. Нормально, слушай. Пошли в спальню заценишь. Ну, хорош. Тут у тебя, смотри, металлические эти. Прям вообще. Круто? А там что? У тебя профессиональная веранда. Ты посмотри, я тут жить могу прям нормально. Слушай, ну, как будто мы где-то в Сочи. Окей, давай. Ну, неплохо, а что? А где спальня? Ну, вообще шикарно, слушай. Вообще нормально. У меня самый бомжатский, окей? Да я просмотрю, что он получше даже, чем этот. Поехали. Окей, го. Вот это был бомжатский номер. Ничего себе бомжи, кто живут у них. Да ладно. Серьезно, у тебя хороший номер, еще лучше должен быть. Уже все порадовали, что они были с самым дорогим. Это его персональный лифт? Да. А где он? Так. Та-дам. Ну, примерно то же самое, что у тебя, на самом деле. Короче, примерно одинаково. Погнали пилки. Вообще, мы не от слова ломались. Доброго аманского утра. Рыбаки на рыбалку погнали. Там вон коз привезли. Самое удивительное, что здесь запрещен алкоголь. Потому что, если вдруг вас поймают за распитием алкоголя, вы можете получить две недели тюрьмы. Но вот в этом отеле, где мы сейчас находимся, здесь спокойно можно заказать и пиво, и виски, и все, что хочешь. Удивительно, да, насколько разный подход, насколько разная вера и разные наказания. Говорят, что в Амане тюрьмы необычные. Здесь врывают яму, вас туда бросают и сверху просто решетку накрывают. И вы в такой вот яме сидите. При этом жара какая-то сумасшедшая. Потому что мы вчера сидели, вот прям обливаешься потом. Нет вообще никакого ветра. Вот вообще даже не обдувает ни грамма. И удивительно, что утром прохладно. Ну, то есть вот хорошо сейчас себя чувствую, не жарко. А вечером просто невыносимо сидеть. В целом, хороший отель. Ничего не могу плохого сказать. Для четырех звезд. Прям молодцы. Особенно, если учесть, где это находится. Но, ребят, есть еще один Аман. То есть эта территория находится, если ехать на север. Но основная территория, куда вы можете тоже поехать отдохнуть, находится на юге. Туда надо ехать порядка 7-8 часов. Там водопады, горы. Ну, в общем, все говорят, что очень красиво. Много зелени. Поэтому мы в тот Аман еще тоже обязательно съездим. Ну, и в целом здесь, конечно, тоже красиво. Смотрите, как очень необычно. Похоже на Египет, конечно, чуть-чуть. Ну, красиво. Видим, на электрокаре там, где про зарядку вряд ли кто-то слышал даже. Ну, у нас есть, если что, могу, розетку. Кстати, Tesla козу не увидела. Нам коза дорогу перебегала, Tesla что-то вообще промолчала. Ну, смотри, давай еще раз проверим. Вот смотри. Нас сейчас арестуют за то, что ты козу пытаешься сбить. Нет, я не пытаюсь, но смотри. Видишь, Tesla? Раз. Ивану Москву, кстати, может написать. Реально, почему они видят? Да, почему у него коз не определяет? О, смотри. Барбершоп. Здесь есть жемчужный остров, называется. Но мы до него не доедем. Нашли цены на сафари. Вон, кстати, туристы отплывают. Можно было бы к ним сейчас запрыгнуть, да? Смотри, какая интересная отделка у лодки. Это из искусственного газона. Пахнет бензином, но лодки серьезные здесь. Да, смотри. Вон тут с туристами опять. О, смотри, как кайфовое. Какой, на чиле, да? Надо спросить, сколько идти. Она на часик, можно было бы сгонять ее. В общем, мы узнали, можно на этой штуке в 10.30 отплыть, посмотреть дельфинов, приехать на какой-то остров там, понырять, снорклинг. И потом вернуться в 3 часа дня примерно. Стоит 150 дирхам, это... 50 долларов. 50 долларов, нет? 40. А, 40 долларов даже. Мы что-то не очень хотим смотреть дельфинов, как бы, но вот такой движ здесь. Может быть, вы и жемчужины найдете, если будете. Давай мы в Дубае покажем тебя лучшие места. Сноркли. Витя рассказывает про лайфхаки. Ну, как про лайфхаки? Не такие же они лайфхаки. Очень опасная история. То есть, если вы едете в тапочках, вот, Витя, например, сейчас не в тапочках. Если полицейский вас остановит, 500 долларов штраф, и придется искать кроссовки, вы дальше не поедете. Если вы получили ID, то есть, стали резидентом, и едете по российским правам, 5 тысяч долларов штраф и 2 месяца тюрьмы, да? Да. Но этого вообще не нужно делать. А права сложно получать? Нет, вообще очень легко. А вот Дима получил, кстати, права буквально. Он начал, к примеру, в понедельник, а в пятницу у него были права в руках. В ближайшее время покажем, как это все делать. Делаем мне права тоже, потому что без права здесь будет грустновато. Ну и, соответственно, без права ты не можешь купить машину на себя, только на компанию. Мы приехали во фризону. Это то место, где можно купить машину и отправить на экспорт. Она здесь не растаможенная. Соответственно, если вы захотите ездить на такой в Дубай, то придется заплатить 10%. Либо вы можете отправить ее в Россию, в Казахстан, куда угодно. Здесь просто невероятное количество машин. Я такого еще никогда нигде не видел. Большая часть грязные. Вот такие засыпанные песком. Это, кстати, ID4, Volkswagen, электрокары. Какую-то часть они уже здесь помыли, какую-то сейчас помоют. Когда вы знаете, что кто-то приедет из покупателя, когда они знают, а не пару машин от новая. Сейчас по ценам примерно пробегусь. Посмотрим, сколько что стоит. Так, ну вот он Volkswagen ID4, полностью электрический. Надеюсь, сразу случилось. Умная машина, смотрите, какая. На сколько хватает? 34% на 120 километров. Соответственно, 300 км. Ну, неплохо, слушай. Она и выглядит неплохо, и снаружи. И сзади места есть. О! Ну, кстати, Range тоже будет хорошо сдаваться. Но он стоит до хер. А люк открывается, да? Нет, люк не открывается. Ну, просто люк такая. Ну да, слушай, классная тачка. Сколько она стоит? 100 тысяч дирхам. 35 тысяч долларов. Ну, вообще дешево. То есть, ребят, вот такую машинку можно за 35 тысяч баксов спокойно купить. Я думаю, что если ездить к кому-нибудь сотрудникам, жене, вообще идеально. Ну, за 35 тысяч долларов вы лучше ничего не найдете. Это Volkswagen, по крайней мере, не какая-то шляпа. Вот, например, Escalade стоят, но их нельзя в Дубае продавать. То есть, есть машины, которые приходят специально на экспорт. Они различаются, там, G, C, G, по-моему, или CGC. Какая-то часть машин разрешена на то, что везли в Дубае, а какая-то чисто на экспорт. О, они все открыты. Вот такой Escalade внутри. Мне очень нравится. Хорошая комплектация. Подножечко выезжает. В целом, если у вас большая семья, это идеальная машина. Одна из самых современных. О, шикардос вообще. Ну, то есть, очень приятная машинка. Смотрите, как внутри все сделано. Мне нравится, что капитанские сиденья даже сзади, да. Здесь комфортно будет большому количеству людей. Посмотрим, какая у меня морда. Если черный. Да. Сколько вам хочется за эти машины? 495 500. Ну, вот такая в салоне стояла 520. Но это еще 10% накидывает, да? Нет, это уже чистая цена. Это местная, локальная. А, все. Ну, короче, надо вот 20 тысяч дирхам можно сэкономить, грубо говоря. 7 тысяч долларов нормальная цена, да. Если он 137 где-то стоит, ну, то есть, семерку экономить нормально. В жизни не догадаетесь, куда мы сегодня идем. Ну, как куда? Конечно же, в баню. Что? Даже не просто в баню, а Дубаню. Баня, которая находится в Дубае, назвали Дубаня. Поэтому мы, как любители бани, не можем пройти мимо. И обязательно ее затестируем. И вам расскажем, и покажем. Нормально ты устроился. Баня, Дубаня. Вот. Так, в общем, баня находится в отеле Дюк. Синовальчик. Прикольно. Вот это супер. Господа банщики. Я уверен, что остались только банщики на моем канале, походу. Пар хорошие парные. Чуть попозже покажу. Что-то подумал, что нам будет жесть. А там оказалось все очень даже прилично. Сколько стоит 3 часа? 1750. 1750 дирхам на троих 3 часа стоит. На одного. На одного? На одного. 500 долларов на человека, короче, 3 часа стоит. Норм бизнес. Что, ребят, я на сене лежу. Смотрите. Руза, правда, говорит, что это газон. Короче, нам тут принесли, смотрите, что. Середочка с картошечкой. Ооо, сметанка, огурчики, редиска, греночки. Солени, огурчики, помидоры, патиссоны, грибы. Патиссоны вообще. Ладно, приятного аппетита. Короче, прикольно, что я спросил, ходят ли сюда местные. Они сказали, очень много. Ходят даже там друзья принца приходили. Ребята им рамштайн ставят и в 4 руки херачат в парной. Поют казачьи песни им. Короче, им очень нравится. Представление для них делают. Для нас это не сделали. Вот примерно так выглядит сделка во фризоне. Просто кэши даешь. Предоплаты же, да? Вить, сколько надо предоплатить? Или ты полную дал? Нормально. Давай так, тут не обманывают. Тут за такие деньги, ну мелкие, вообще не обманывают. Поэтому, ну я ему полную сумму даю мне сделает. Уже через 3 дня она уже будет у меня на компании. Можно взять в аренду. Почти 300 долларов, кстати, бумажка одна. Или все хорошо. То есть одна пачка, вот такая тысячная, это как 3 пачки долларов. Вот так приобрели первую машину. На самом деле не первую, ребята еще по кулину все взяли. А я пока ничего еще не купил. Но, во-первых, я ID не до конца еще сделал. То есть машину можно купить только при наличии ID на себя. Либо можешь купить на компанию. А мы сегодня поедем сдавать кровь для того, чтобы мне сделали ID. В общем, ребята, мы приехали сдавать анализы, кровь и флюорографию. Вот здесь особо снимать нельзя, но все электронное, классное. Вот можно робота позвать, он тебе латте принесет, например. А это тебе бесплатно все? Да. А, то есть ты просто нажимаешь и на халяву приезжает робот? Да. Пока. Все, вот, спасибо. Поехал дальше по делам. Ну что, прошли очень быстро. Флюорография вообще ровно 5 секунд длилась. Просто остановишься, подбородок ставишь на такую штучку. Все, говорит, можете идти. Результат будет через 2 часа, кстати. Мы его отправляем в эмиграцию, да? Да. И дальше ждем уже приглашение на отпечатки пальцев и пластиковую карточку, потому что я резидент в Дубае. Народу его нет вообще, смотрите. Никого. Мы одни. А обычно очереди? Обычно очереди часа 3-4. Здесь стоит намного-намного прям дороже, да? Переплачиваю за это, да, какие-то деньги, но я людям берегу их время. Ну все, ждем айдишечку, родимую. Сейчас меня, блин, опять ходить начнут. Так, если что, я не перебывался. Я просто везде вижу плюсы и минусы, всегда об этом говорю. У меня меняется мнение, потому что я за последние 3 года полтора в Америке прожил, но при этом я все равно пытаюсь туда визу получить. Кстати, мне пришел отказ с туристической визы. Сейчас буду оформлять его один, наверное, либо еще раз подамся. Короче, непонятно, в связи с чем отказ. Очень странная история, потому что у меня было 3 визы по 3 года. С 9 лет я путешествовал по Америке, никаких вопросов не было. А в этом году отказали. Ну, может быть, из-за того, что я очень долгое время там живу. Может, конечно, из-за этого. Поэтому будем его один делать. А это виза для экстраординарных. Надеюсь, что я таковым являюсь, но это еще надо доказать.